К другим темам. В спортивном комплексе «Красная звезда» открылся музей истории омского спорта. Экспозиция состоит из трех частей и охватывает дореволюционные, советские и современные периоды. В музее собран обширный материал, фотографии, документы, награды и сувениры, спортивная экипировка и инвентарь разных лет. На торжественном открытии музея побывала и наша съемочная группа. Не просто стены с фотографиями, а оформленная по всем музейным канонам экспозиция. В коллекции более 800 экспонатов. В зале дореволюционного периода вырезки из газет с сообщениями о проводимых турнирах и соревнованиях. В начале прошлого века омичи увлекались лёгкой атлетикой, борьбой, лыжами, коньками, шахматами, играли в футбол и крикет. Там, где находится сегодня ночь Антиржинского, вот в этом месте, вот располагалась базарная площадь. На этой базарной площади проводились и футбольные соревнования, и по другим видам спорта вот в этом месте. Любили омичи конный и парусный спорт. Как сообщает газета «Омский Телеграфт», яхт-клуб был открыт в 1910 году. А уже через год на Иртыше в районе Кадетского корпуса прошла первая парусная гонка. В первые годы становления советской власти тема развития спорта была далеко не на первом месте. Но руководство страны уже придавало этому вопросу большое значение. В музее хранятся первые документы, датированные 1918, 1919 и 1920 годами, подписанные Калининым, Свердловым и Лениным, в которых говорится о необходимости обратить внимание на физическое развитие молодёжи, на создание условий для занятий спортом. Уже в 1920 году в Омске была организована и проведена первая спартакиада Сибири. Было большое внимание именно государства на развитие этого дела, не просто любительская общественность. Условий, конечно, не было, не было стадионов, не было формы, не было января. Но вот то, о чём я говорил, что попытки кататься на лыжах, бегать и заниматься лёгкой атлетикой. Были велосипедные секции. Но в большей степени дивиды спорта, которые не требуют большого оборудования, оформления. То есть лёгкая, лыжи, кроссы, пробеги и так далее. То есть это было наиболее популярно. И уже был документ о введении физкультуры в школьное образование. Поэтому я думаю, что внимание к физкультуре и в первые годы советской власти были достаточно значимы, это точно. После войны спорт в Омске развивался в геометрической прогрессии. Большой рывок был сделан в футболе, хоккее, баскетболе, боксе, велосипеде, гимнастике. Появились первые звёзды омского спорта, которыми гордилась вся страна. Я очень рад, что у нас в городе Омске открылся музей истории спорта. В котором я для себя, проходя, увидел селивёрсту Валентину, которая знала её при жизни. Узнал, что она одна из первых женщин, которая установила мировые рекорды в парашютном спорте. Эта экспозиция очень нужна. Невозможно рассказать на каких-то беседах, на тренировках детям об истории спорта и очень широко это охватить. А вот когда они посмотрят это своими глазами, вот такой объём экспозиции, я думаю, что будет им это очень полезно. А у вас будет время приводить сюда детей? Конечно. Наша школа находится здесь, на стадионе «Красная звезда». Вот у нас-то будет время сюда прийти, особенно вот сейчас. Я уже думаю, в какой день выбрать, прийти, вот посмотреть эту экспозицию с гимнастками, пока они в школу не ходят. В залах музея можно увидеть мяч Ивана Дворного, борцовки пушницы, перчатки Алексея Тищенко, кубки наших золотых гимнасток и многое другое. В планах организаторов – расширение экспозиции. Но понятно, что и в этом виде она привлечёт внимание многих омичей.